Наталья и Юрий работали в одной больнице. Он врач-анестезиолог, она старшая операционная сестра. Часто встречались на операциях. Юрию очень нравилась красивая, яркая Наталья. У обоих за плечами были предыдущие браки и дети от них. Набравшись храбрости, молодой врач начал оказывать Наталье знаки внимания. И она ответила взаимностью. Вскоре они уже создали свою новую семью и родили общего сына. Наталья с мужем объездили всю страну, жили и работали и на севере, и на юге. Много спасенных человеческих жизней было за плечами этих прекрасных людей. Шли годы и дети выросли. Все разъехались и разлетелись по разным городам, создали семьи и жили своей жизнью. Сын пошел по стопам родителей и стал врачом. Жил далеко в большом городе, семьи пока у него не было, и это очень беспокоило родителей. После того, как пришло известие о смерти матери, Наталья засобиралась в родную деревню, в которой родилась и выросла. Для нее это было самое красивое и родное место на земле, куда она всегда стремилась душой. Решено было остаться здесь жить, оба они уже были на пенсии и хотелось на старости лет, тихой и уединенной жизни, без городских скоростей и хаоса. Через несколько лет бесконечного латания старого деревенского дома дети предложили родителям помощь в постройке нового. Через пару лет они наконец-то переехали в свое новое жилище и были довольны и счастливы. Дом получился небольшой, но очень уютный и комфортабельный. Теперь это был самый красивый дом в деревне. Огород сажать не стали, Наталья посадила чудесный сад, разбила великолепные цветники, посеяли газон, поставили беседки и садовые скульптуры. Для местных жителей, испокон веков выращивающих здесь только картошку и овощи на своих участках, все это было в диковинку. Но Наталья с мужем были очень уважаемыми людьми в деревне, поэтому осуждать и обсуждать их никто не посмел. Тем более, что Юрий лечил всех, обращавшихся к нему за медицинской помощью. Наталья делала уколы пожилым односельчанам, перевязывала раны ребятишкам после мелких порезов и ссадин. Никому они никогда не отказывали в помощи. Жизнь шла своим чередом, зимы сменяли весны, шел год за годом их сельской жизни. Юрий зимой чистил снег и ходил на зимнюю рыбалку на речку. Весной и летом Наталья сажала цветы и ухаживала за садом, муж косил газон и обустраивал дом. Летом в гости приезжали дети и внуки, и дом наполнялся шумом, гамом и детскими голосами. Осенью ходили погребы и ягоды. Леса вокруг были очень красивые, сосновые бары сменялись березовыми рощами и зелеными дубравами. Было все у них так, как они мечтали. Как-то раз летом решили они съездить за черникой в дальние леса. Сын в гости приехал, так хочется его свежей ягодой побаловать. Старая пожарная дорога была хорошо укатана и машина ехала как по асфальту. Было жарко, в стареньком жигуленке окна все открыты. Нашли полянку, где припарковали машину. Вокруг стояла звенящая тишина. Наталья любила ездить в такие места подальше от людей. Пошли по просеке, которая упиралась в дорогу. Черники набрали много, лето выдалось урожайное на ягоды. Побродив еще немного по лесу и насладившись тишиной и природой, решили вернуться к машине. Из машины на них смотрела наглая рыжая морда. Видимо, лиса влезла в нее через открытое окно. Юрий специально оставил окна открытыми, чтобы потом было не жарко ехать домой. Лиса устроилась на пассажирском сиденье, как будто собралась куда-то ехать. «Ну-ка освобождай место», – строго сказал Юрий и открыл дверь машины. Но лиса не собиралась покидать уютное кресло. Она несколько раз тявкнула в ответ и, свернувшись клубочком, смотрела на Юрия внимательным взглядом. После нескольких попыток ему все-таки удалось выгнать плутовку из машины. Она отбежала от машины в сторону, села у дороги и опять затявкала на Юрия. Она явно не собиралась никуда уходить. Мужчине показалось очень странным такое поведение дикого животного. Отъехав немного в сторону дома, они увидели впереди на дороге сидящую лису. Значит, она сделала по лесу маневр, обогнала машину и выскочила ей на перерез. Было такое ощущение, что животное пытается остановить машину и не выпускать людей из леса. Юрий, чертыхаясь, открыл дверцу и спросил, «Ну что ты прицепилась? Что тебе нужно?» Лиса отбежала в сторону леса несколько шагов и остановилась. Она как будто звала мужчину в лес. «Наташа, пошли за ней. Я чувствую, что это неспроста она так настойчиво от нас не отстает». Они двинулись вслед за лисой, туда, куда она их вела. Пройдя немного, между деревьями в кустах заметили брошенную грибниками корзину. Лиса вела именно к ней. Она остановилась рядом с корзиной и начала заглядывать внутрь, тыкаясь носом в ее содержимое. «Для грибов еще рановато», сказал Юрий жене. «Пошли посмотрим, что она там нашла». Уже подходя ближе, Юрий с женой услышали, что из корзины доносится какой-то странный писк. В корзинке лежали какие-то белые тряпки, похожие на пеленки. Она была довольно тяжелая. Наталья приподняла пеленку и увидела младенца. Она вскрикнула. Самые ее страшные предположения оправдались. «Господи, вот куда она нас так настойчиво звала», – охнула Наталья. Быстро осмотрев младенца, они поняли, что он вполне здоров и ему ничего не угрожает. Какая же гадина бросила в лесу свое дитя. Семейство поспешило вернуться в машину со своей находкой. Но тут опять засуетилась лиса. Она опять настойчиво лаяла и бежала дальше вглубь леса. Юрий понял, что это еще не последняя находка на сегодня и последовал за лисой. Он уже понял, что ей надо доверять. Петляя по лесу еще несколько минут, они заметили вдалеке какое-то белое пятно. Наталья с корзинкой в руке еле успевала за мужем. Он бежал, сломя голову за лисой, предчувствуя большую беду. Под деревом лежала молодая красивая женщина. Это, видимо, была мать младенца. Юрий перевернул ее и увидел, что все белое платье было залито кровью. Два ножевых ранения, большая потеря крови, пульс почти не прощупывается. «Наташа, до машины мы ее с тобой не дотащим. Звони сыну, вызывай его сюда. Беги быстро, как только сможешь. Неси аптечку из автомобиля и мой кейс для оказания первой помощи». «Повезло тебе, девонька, что мы нашли тебя вовремя», – причитал Юрий, оказывая первую помощь. «Если бы не лиса, пропали бы вы тут с ребеночком навсегда. Потерпи немного, скоро в больницу тебя отвезем. Все будет хорошо. Держись, девочка, ты должна жить». Скоро приехал сын, он отнес молодую женщину в машину и отвез ее в город в ближайшую больницу. Она очень долгое время провела в реанимации. Сын Юрия и Натальи все это время был рядом с ней, помогая врачам. Он был очень хороший врач-реаниматолог. После того, как девушка очнулась и пошла на поправку, он не отходил от ее постели ни на шаг. Ночевал в больнице, можно сказать, он там жил в последнее время с тех пор, как ее нашли раненую в лесу. Младенца забрали Наталья с мужем, пока не поправится его мать и ее не выпишут из больницы. Так прошло еще какое-то время. В доме Юрия и Натальи готовился праздник. Найденую ими в лесу девушку сегодня выписывают из больницы. Наконец-то в прошлом страшные переживания и бессонные ночи. За последнее время Наталье и с мужем столько пришлось пережить, и вот оно, долгожданное событие. Сегодня малыш наконец-то встретится со своей матерью. Машина подъехала к дому, большой букет цветов заслонял красивое бледное лицо Юлии. Наталья стояла у калитки с малышом на руках, рядом муж. Спасибо вам большое, я всю жизнь буду перед вами в долгу. И Юлия попыталась опуститься на колени перед Натальей и Юрием. Юрий быстро подхватил ее под локоть. Ну что ты, дочка, главное, что вы оба живы. Родители, у нас для вас еще одна хорошая новость, заговорил сын. Я сделал Юле предложение, и она согласилась стать моей женой. Так что у вас теперь есть еще одна дочь и внук. Наталья расплакалась от счастья, передавая в руки Юлии ее малыша. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!